Спасатели не устают повторять. Будьте осторожны и бдительны. Почти 160 ДТП за 4 дня. Сильный снегопад, гололедица и туман, как катализаторы аварий. Каждое утро мы становимся свидетелями того, что во дворах и на дорогах машины попадают в белый плен. Как легко взобраться на горку по льду, избежать заноса на повороте, да и в целом спокойно себя чувствовать на пути домой. Анна Пикулина получила несколько советов от опытных водителей и поделится информацией прямо сейчас. Зима – самое опасное время для водителей. Плохая видимость, скользкая неровная дорога, поведение машины невозможно предугадать. Глядя на такие кадры, страшно даже просто ходить, не то что ездить по трассам. Игорь Мухортиков – водитель с почти 30-летним стажем. Полжизни за рулем автобуса. Объехал почти всю Россию – от Эльбруса до Соловецких островов. Зимних дорог не боится. Опыт научил справляться с трудностями. Например, при повороте. Поворот надо приготовить заранее, переключиться не во время поворота, а чтобы поворот уже входить на определенную передачу, желательно пониже. Если скользкая дорога, можно на второй передаче. Если более-менее дорога позволяет, на первой. Вести нужно плавно, без резких торможений. Если вас заносит, не паникуйте. На переднеприводном автомобиле из скользкой ситуации надо выходить на слабом газу. Ни в коем случае не тормозить. На заднем приводе напротив – притормаживать плавно, качками. Руль в этом случае выкручивается в сторону заноса. Если в колее машина, тоже не нужно никаких резких движений. Из колеи надо плавно выезжать. Потому что если резко руль выкрутить влево или вправо, то обязательно он пойдет на занос. Он из колеи может выскочить. И машину может поперек развернуть запросто. Если забуксовал, да, можно раскачать машину. Первая и задняя передача. При въезде на горку скорость надо сбросить. Газовать не сильно, как говорят в натяжечку. Чуть-чуть держать обороты, чтобы не пробуксовывали передние колеса. За три дня этой недели в области в авариях пострадали семь человек. Большая часть по вине водителей. Варитель обязан соблюдать дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и боковой интервал. Выпал мокрый снег, выпал туман на дорогах региона. Обязательно использовать ближний свет фар независимо. В темное время суток движется автомобиль или же в светлое время суток. Ну а если туман, видимость загораживает варителю транспортного средства, то соответственно мы рекомендуем варителям обязательно использовать противотуманные фары. А самое главное работать не только руками и ногами, а головой. Не поддаваться панике, просчитывать препятствия, быть предельно внимательным и крепче держаться за баранку.